Первоклашки с белыми бантами, суета и выгоревшие после лета косички букет георгинов и звонкие голоса классных руководителей. В этом году сомнения относительно торжественных линеек сохранялись вплоть до конца прошлой, последней неучебной недели. Решение празднику быть и быть в режиме реальности принято. И вот счастливые улыбки детей и слезы радости на глазах родителей. Пожалуй, так по школе все они еще никогда не скучали. Настрой у нас положительный, очень надоело сидеть дома. У меня трое детей, средненький идет в четвертый класс, старший, пятый. Рады, да, потому что дом надоело сидеть. Все хотели пойти в школу, но нам скучно сидеть. Надеемся, что будем учиться, очень надеемся. Особенно дети соскучились по школе. Дай Бог, чтобы все в своем режиме прошло. Детям надо учиться. Правила проведения линейк в этом году соответствуют времени. В малокомплектных учреждениях торжественные линейки прошли на улице. Остальным рекомендовали провести их по параллелям на улице, либо по классам в кабинетах. На уличных линейках родителям обязательно быть в маске и соблюдать дистанцию. В сами школы их не пустили. Первоклассникам в зданиях помогли сориентироваться педагоги и ученики старших классов. Ждали, готовились, старались. Я надеюсь, что все получилось. Все красиво, детки красиво, все замечательно. Хороший праздник, все замечательно. Он хотя бы есть, уже хорошо. В вузах, например, в РГУ имени Сергея Есенина праздник знаний прошел в режиме онлайн. Посмотреть его можно было, не выходя из дома. Рязанские школы начали учебный год в обычном режиме, не дистанционном. Каждое утро ученикам и учителям будут измерять температуру. Маски и перчатки обязательны для работников столовых и обслуживающего персонала. Для учителей такого требования нет. Они могут использовать их по желанию, как и ученики. За каждым классом закрепят отдельный кабинет. На входах, в столовых и туалетах установят антисептики. Питание организуют по специальному графику. Все эти меры будут действовать до улучшения ситуации с коронавирусом. В Рязанской области более 111 тысяч школьников, в том числе около 12 тысяч первоклассников. 1 сентября открылись 297 школ. В течение учебного года к ним добавятся еще три.